Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир! Вместе! Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир! Детская познавательная программа «Открывашка». Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир! У нас будет традиционная викторина. Когда мы будем задавать вопросы, будете нам звонить. И в случае правильного ответа получите один из многочисленных призов. В первую очередь у нас книжки. Можно слушателей разбудить только призами. А давай сразу озвучим список призов, которые у нас сегодня есть, а затем уже обозначим тему и поприветствуем наших гостей. У нас есть книга «Ежона Кэмили» или «Корона» для умницы, для читателей любого возраста. У нас также есть книги, например, «Пираты кошачьего моря» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия принцессы» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия авиации» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия что, как, почему» для ребят от 6 лет, «Энциклопедия техника и транспорт» для читателей от 6 лет, Приглашение на двоих в какой-то кафе «Зуки», приглашение на экскурсию с мастер-классом «Музей истории мороженого Арктика» на две персоны, приглашение на двоих в первый потутный парк «Марио», приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнати, приглашение в театральный микс 2017, 14 июля в 17 часов. И также у нас есть набор «Эврика. Сила упругости». Сейчас Соня как раз-таки держит в руке. Бери. Замечательный такой наборчик детский. Кстати, ты там про батут сказала? Вы на батуте когда-нибудь прыгали? Да, я в море ходила. Это очень классно. Сколько ты раз туда ходила? Я ходила раз пять. Я в парках прыгаю на батут. Слушайте, а вы когда-нибудь задумывались, а вот почему именно батут, почему он пружинит, почему можно прыгать? Батут, воздух. Постоянно. В море. Это сетка. Он входит, выходит, входит, выходит. Но ведь есть батуты и без воздуха. Есть сетка. Да, там упругая сетка. Упругая сетка. Ключевое слово, да, прозвучало? Там он из какого-то материала, который может отталкивать. Резин. Упругой материал. И вот мы уже вплотную подобрались к теме сегодняшней программы «Открывашка». Давайте поприветствуем наших гостей. Хорошо знакомые нам уже люди. Не первый раз в нашей студии. Это физики. Да, физики из Авиакского государственного университета. Марина Толмачева. Марина, доброе утро. И Александра Ирнеденко. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы сегодня как раз договорились поговорить о таком явлении, как силы упругости. Потому что в жизни... У нас очень весело. В жизни ребят и в жизни взрослых это очень много чего значит, да? И много развлечений в том числе интересных, да? Много где встречается. Много развлечений связано именно с силой упругости. Я думаю, что будет интересно поговорить о том, что же это такое. Вот назовите, пожалуйста, примерами, где вот как раз упругость присутствует. Батут. Где еще? Рогатка. Рогатка. Сегодня мы, кстати, будем ее, да, мастерить. Она уже у нас сделана. Шины. Шины. Для машин. Стол наш. Вот. Он тоже пружинит. Ну, немного, да. А к человеку, как думаете, применима? О, пружина, она упруга. Пружина, да. А к человеку вот такая характеристика, как упругость у человека присутствует? Мышцы. Мышцы. То есть присутствует? Да. Это верно? Да. Марина, подключайтесь. Присутствует, присутствует. Да, везде присутствует. Везде, собственно, буквально, да. Конечно, потому что сидим мы благодаря силе упругости, не проваливаемся никуда. То есть на нас со стороны стула тоже действует сила упругости. И выдерживаем мы атмосферное давление. Тоже благодаря силе упругости. Да, да, да. Ну, естественно, что у нас два тела взаимодействуют друг с другом, поэтому и мы на стул действуем, и стул на нас действует тоже. То есть мы деформируем стул. Еще одно такое здесь важное слово – это деформация. То есть деформация – это изменение формы или объема тела. Ну, по большей части, конечно, применимая это к твердым телам, хотя деформировать можно любое тело. А уж сила упругости заметная возникает только в твердых телах. Так, скажите мне конкретно, что же такое сила упругости? А, я могу сказать. Подожди, подожди, наши гости Марина все-таки ответят. Сила упругости – это, так скажем, ответная реакция у всех предметов на внешнее воздействие. То есть если мы подействуем на какого-то тела с усилием, то возникает ответная реакция. Да, а почему? Потому что вот у нас тут есть модель твердого тела. Так, еще раз напоминаю, видеотрансляция на сайте. Да, не подскреб. То есть, да, фактически, вот у нас есть слои твердого тела. Слои твердого тела. А пустите, он сам будет стоять? Конечно. Да, давайте мы опишем, что сейчас перед нами на столе находится. Пружинки символизируют связи между молекулами. То есть вот тут вот есть такие места соприкосновения, вернее, там, где они состыковываются. То есть вот это, образно говоря, молекулы. На столе лежит такая кристаллическая решетка. Гармошка, да. Гармошка. И пружинки символизируют связи между молекулами. О, примерно еще. Силы взаимодействия у нас возникают на расстоянии с разными самими размерами молекул. То есть если мы пытаемся увеличить расстояние между ними, у нас возникают силы притяжения между ними. То есть приближаются. Да, да, да. И у нас молекулы будут обратно пытаться притянуться друг к другу. Если мы пытаемся сжать, то есть уменьшить это расстояние, то возникают ответные силы, которые выпрямляют. То есть это реакция на внешнее воздействие. А вот когда у человека растяжение, например, связок, мышцы, это тоже связано с силой упругости. То есть любое тело, это уже немножко к следующему пункту, оно обладает как упругими, так и пластичными свойствами. В зависимости от прикладываемой нагрузки, то есть если мы приложим слишком большую нагрузку, то у нас тело уже обратно не вернется в первоначальную форму. То есть упругие свойства, это когда тело возвращается именно в первоначальную форму, в которой было. Если приложим слишком большую нагрузку, то у нас уже возникают пластические деформации, и тело обратно не возвращается. Это как гвоздь с тайтол втыкает. В общем, есть какое-то идеальное состояние, состояние гармонии, да? Да, да, да. Если пытаться вывести из этого состояния, то будет стремиться все-таки и так далее. Значит, вообще различают четыре вида деформаций, то есть четыре вида изменения формы и объема тела. Сейчас, коль уж руки я взяла, эту самую решетку, то я их покажу. А как она на самом деле называется, эта решетка? Просто решетка? Ну, кристаллическая решетка, модель кристаллической решетки. Вот, значит, ну, самая простая деформация, это деформация растяжения-жатия, да? Растяжение-жатия, деформация-сдвига, когда слои параллельно друг с другом сдвигаются. А вы ее отпустите, пусть она сама там попробует? Конечно, она сама возвращается. Ну, она, видимо, уже немножко потрепанное время. А ее можно прям сплющить до состояния? Вот сейчас стулья ваши сейчас испытывают вот такую деформацию. То есть, вот, образно говоря, сюда мы сели, вот, и такая деформация. Это называется изгиб. То есть верхние части испытывают сжатие, а нижние испытывают растяжение. А можно до конца как-то сжать? До конца? Ну, если приложить большую усилию, то вполне можно, конечно. Ну, можно очень близко приблизить их. Под пресс, например. Так, Соня, только осторожнее. Нам хватит одного с поврежденной рукой. Получается? Саша, осторожней. Ну, да. Мне кажется, очень характерный звук. Итак, растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб. Кручение. Еще одно кручение. То есть, это когда мы закручиваем. Здесь у нас и сжатие, и растяжение, и изгиб. О, давайте закрутим ее. А теперь важно? Вот так вот. Это неоднородный сдвиг. Ух ты. Посмотри, какой. Красиво. Такой взор получается. На молекулу похож. Молекула с ДНК. Строение ДНК. Ну, да, чем-то похожее. А можно еще раз? Еще раз кручение, да, мы сказали? Кручение. Да, кручение. Можно еще задать? Ну что, повторим? Подождите, повторим виды деформаций. Растяжение. Кручение. Растяжение, противоположное ему растяжение. Сжатие. Сжатие. И кручение. Если в сторону, сдвиг, изгиб, и последнее. Кручение. Отлично, все закреплено. Кручение самое запоминающее. Можно вас присить? Если мы бросим мячик, то он отскачет от поверхности, отвердый. А если бросить камень, то он такого же размера, он не отскакивает. Почему так происходит? Ну, во-первых, все тела обладают разными пругими свойствами, да, и у них разная плотность упаковки молекул между собой находится. То есть силы взаимодействия в камне-то не больше. На самом деле там тоже возникают силы упругости. И смотря, с какой силой мы звездонем этот камень на поверхности, смотря какая поверхность. И камни могут отпрыгнуть. Да, камни могут отпрыгнуть. Но у нас вот здесь, правда, не камень, но у нас есть пластилин, показывающий пластическую деформацию. Так, Александр нам сейчас покажет. У нас такой брусочек. Камере ближе. Брусочек появился на столе. Ну, просто здесь мягкая поверхность. Это прыгучий пластилин или нет? Подожди. Это не прыгучий, это просто, чтобы показать пластическую деформацию. О! Все. Типа камня. Ну, видели небольшое движение? Он все-таки пытался оторваться. Да, деформация возникла, то есть мы можем увидеть вмятину. Он трясется. Например, как от камня, иногда кусочек такой отскакивает при сильном ударе. Так, и вот, пожалуйста, деформация упругая. Вот так вот. Это же еще поймать. Это у нас шарик для пинг-понга сейчас отскакивает от этого деревянного брусочка. Да. Вот. Ну, развлечения очень же много силы упругости. Естественно, что самый яркий пример — это вот воздушные шарики. Вот эти вот всякие воздушные шарики. Воздушный шарик у нас тоже здесь присутствует. Да, воздушный шарик. Давай покажем интересный, занимательный опыт. Правда, не столько силы упругости, но вообще к шарикам применимо в любом случае. Это универсальная штука, с ними можно делать все что угодно. Да, да, да. И опыты проводить, и украшать. И вот мы надуваем шарик. Так, надуваем шарик. Александр надувает шарик. С двух сторон к нему сейчас пластиковые стаканчики. Так, и теперь... Так, так, шарик у нас надувается. Значит, если на надутый шарик... Поменьше даже сделай. Если на надутый шарик мы приложим стаканчики, то они не прилипнут. Значит, если мы будем... С двух сторон два пластиковых стакана к надуваемому шарику... Что-то не получается. Что мы хотим продемонстрировать? Мы хотим кроме сил упругости продемонстрировать силу атмосферного давления. Силу атмосферного давления. Атмосферное давление. Знаете, что такое, Миша, Саша? Да. Да? О! Получилось. Получилось. Человечек. Человечек. Так, у нас получился шарик, к которому прилипли... Шарик с рогами. Это голова оленя. Ну, если нарисовать глазики. На какого-то викинга походит еще. Мне кажется, что все-таки это корова. У каждого своя ассоциация. Лось похоже на рога, да. Лось. Какой лось? Лось разветвление. Слушайте, мы уже, я смотрю, от 10-20. Я думаю, пора задавать первый вопрос нашим слушателям. 211-101. Давай по порядку. Миша первый поднял. Миша, задавай вопрос. Что служит ресорами для машин? Что служит ресорами для машин? Да. Так, это еще, конечно... Это легкий вопрос. Да. Легкий вопрос, на который я не знаю ответа. Вот именно, что служит ресорами. У нас физика будет только в зиму. Загадку можно вообще было про ресоры задать. Зимой перешел. Да. В общем, не стесняйтесь, ребят. 211-101. Мы сейчас разберемся, что служит ресорами. Для машин. Вместе будем подсказывать. Будем подсказывать, да? Да. Это для тех, у кого есть машина? Нет. Ну, для тех, у кого нету тоже. Ух ты. О, есть звонок. Наверное, от знакомого. Миша, принимай. Миша, принимай. Давай, ты задавал. Приветствую. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Сташа. Сколько тебе лет? Мне 12. Где ты учишься? Подожди, пожалуйста. Если есть возможность выключить радиоприемник, ты, пожалуйста, выключи его или убавишь? Хорошо, громкость? Хорошо. Да, все, отлично. Продолжаем. И ответ на вопрос? Пружины. Правильно. Что служит ресорами для машин? Пружины. Ну, на самом деле, есть там и пружины, и ресоры. Ну, ладно. А ты хочешь какой приз? Приглашение или книжку? Приглашение. А куда? В Марио. В парк Марио. В парк Марио. Отлично. И ты его получишь. Сань, пожалуйста, пометь, что этот приз у нас разыгран. Здорово. Не клади, пожалуйста, трубку. Хорошего тебе утра и хорошего дня желаем. Сейчас наш редактор тебе пояснит, как забрать этот приз. Предлагаю сразу же следующий вопрос задать. Саша. А, день. Готов? В каком году родился Роберт Гук? И какой день? Ну, тут, наверное, я вас, Марина, попрошу пояснить, кто такой Роберт Гук. А потом ты продолжишь. Он сам хочет пояснить. Или сам? Ну, давай. Так-то он вообще не Гук. У него фамилия Хук. Хук? Да. Роберт Гук — это создатель законной упругости тел. Создатель законной упругости? Наверное, иначе, наверное. Человек, который открыл, собственно, что есть, наверное, да? Да, упругость — вот такое явление. Так? Так, когда родился... Когда родился английский, да, ведь английский ученый? Да. Он английский? Ну, что я могу посоветовать, ребят? Ну, давайте срочно в интернет смотрите. Больше пока что ничего. Та же самая Википедия. Роберт Гук был еще и путешественником, мы его по географии проходили. Ну, давай. Почему мы упомянули Гука-то? Расскажи, в чем это за слово? Потому что он создал... Он открыл закон упругости. Открыл закон упругости. А как он это сделал? Какие он эксперименты проводил? Ну, то есть, действие-то тебе известно? Ты ведь, вот, смотри, перед тобой целая бумага написана. Да, я еще составляла табличку. Как он... Ты примеры опытов можешь привести? Как он работал? С чем работал? Он кинул камень. Он кинул камень! Кинул камень! Саша, ну ты же все знаешь. Давай, рассказывай. Почему все? Я не все знаю. Ну-ка, ну хорошо, то, что знаешь, расскажи. А? Да. Ну? Я не знаю, что рассказать. Ну, зачитай какие-то основные моменты. Интересно ведь, как он вообще... Как он жил? Открыл-то, открыл-то. Да что я расскажу? Ну, давай готовился же. Ну, Губ был главным помощником Кристофера Рена при восстановлении Лондона после Великого пожара 1666 года. Ага. В сотрудничестве с Реном и самостоятельно построил в качестве архитектора множество зданий. Например, Гринвичскую обсерваторию церковь Веленского прихода. О, какой замечательный дядь. Кристофер Рен. В частности, сотрудничал с Реном в строительстве Лондонского собора Святого Павла, купол которого построен с использованием метода, придуманного Гуком. Так, хорошо, давай ближе к упругости все-таки. Насколько я помню, раньше читал, он как раз с пружинами работал, да, разнообразными. Было такое дело? Да. Да. Он по упругости в 1665 году выпустил книгу под названием «Микрография». Содержащая описание ряда исследований с использованием микроскопа и телескопа, а также оригинальных наблюдений в биологии. Ну, он, как и многие, видимо, был разносторонним таким ученым, то он не только на силе упругости сосредоточился. Я вижу, что у нас уже есть звонок. Вот смотрю, я и микроскоп он придумал какой-то свой, и барометр тоже что-то вот у него тут есть. Так. Так, у нас есть звонок. Саша, приветствуй. Привет. Не засыпай. Здравствуйте. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Как дела? Хорошо. Ну и хорошо. Давай ответ на вопрос. 18 июля 1635 года. Это правильный ответ. Ты хочешь приглашение? Посмотрел, посмотрел. Здравствуй, интернет. Посмотрел, да, в интернете. Ты хочешь приглашение или книжку? Я хочу набор... Отлично, набор сила упругости, да? Сила упругости. Хорошо. А что там в наборе есть, тебе известно? Ну и молодец. У нас есть кораблик там, и можно самолет построить. О, тебе очень-очень повезло. Ты выбрала замечательный набор. Я думаю, что... А можно это и другой будет кораблик и лед? Много хороших эмоций в процессе игры с этим наборчиком ты получишь. Не клади, пожалуйста, трубку, да наш редактор тебе пояснит, куда прийти за этим призом. Так, Марин, может, что-нибудь добавим про Гука-то? Да, давайте добавим про Гука. Значит, ну вот, человек замечательный, да, он был на самом деле очень разносторонним человеком, вот, и занимался разными взаимодействиями, в том числе и гравитационными взаимодействиями, вот. Что такое гравитация, знаете? Да, вот мы притягиваемся благодаря гравитации. То есть гравитация либо притяжение Земли. Открытий-то он сделал много, и вот в частности, первенство даже по большей части присуждают ему в открытии закона всемирного тяготения. То есть математически это описал Ньютон, вот, а вот описательного характера... Экспериментально. Да, экспериментально. Вот подтверждение какие-то. Трактика, то есть. Да, то есть он сделал записки тезис и отправил Ньютону, что вот доведи до ума, соратники, друг мой. А, то есть они в одно время жили с великим Ньютоном? Да, 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 да. То есть это сейчас просто подтверждается, вот, переписка. Раньше была такая модная научная переписка, переписывая друг другу ученые. И вот открыл-то Ньютон, то есть он математическую запись сделал, а вот предпосылки к этому все-таки сделал Роберт Гук. Роберт Гук один из засов физики. Да. Ну, кто бы спорил. Да, да, да. Вот, значит, ну вот закон Гука, это как раз-таки закон, который описывает силу упругости, как она определяется. Значит, закономерность-то простенькая, формула из трех букв, все простое. Все просто, в общем-то. Да, 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 все просто. Значит, конечно же, зависит сила упругости от свойств тела, да, и величина силы упругости зависит от величины прилагаемой нагрузки. То есть насколько мы растянули, настолько большая возникает сила упругости, то есть настолько большая будет ответная реакция. И когда мы прыгаем на батуте, чем с большей силой мы вдавливаем этот батут, прыгаем на батут, да, тем больше энергия запасается, и тем на большую высоту мы подпрыгиваем. То есть эта вся энергия отдается. Согласна? Да. Саня, что-то добавить. Да, я вопрос хочу задать. А, пожалуйста. Кому? Слушателям или нашим гостям? Слушателям, но мне кажется, гости мне придут, придется к гостям мне помогать. А что? Ну, давай попробуем. Так, внимание. Где в природе используется сила упругости? Ну, в каких предметах, например? Ну, сколько примеров? Ну, хорошо, мы уже кое-что говорили, на самом деле. Так, 211-101, вот свои два примера проявлений силы упругости. Про батут уже можно не говорить. Что будет, если на батут кинуть мячик? На батут кинуть мячик? Да, и батут мягкий, и мячик мягкий. И что будет? По-моему, мячик не отталкивается от батута. Ну, мячик легкий. Вот почему мы, естественно, что там взрослый дядя, он подпрыгнет выше, чем маленький мальчик. Правильно? Это же зависит от воздействия. Твой вес, он намного меньше, а вес мячика еще меньше. То есть, конечно, будет зависеть от силы, с которым ты его кинешь, но она будет достаточно маленькая. А если теннисный мячик, то он может отпрыгнуть? Он поднимется на небольшую высоту. Ну, то есть не очень высокого. Какой мячик? От настольного или от большого тенниса, Саша? Уточним. От большого. От большого тенниса повыше, чем от теннисного. А мы обычно с другом делаем так. Мы прыгаем на батуте, и между нами сестра. И когда мы оба прыгаем, то она подлетает выше нас. Это интересно, как сестра-то не боится. Сестре, сестре хорошо. Саша, как ты думаешь, например, ты прыгаешь на батуте, например, в футболке и в шортах. Прыгаешь на батуте. В шортах никогда не прыгал. Ну, предположим. Прыгал в тренингах. А если тебе наложить в карманы шорт много-много камней? Ой, мне кажется, это будет больно. Нет, ты будешь по-другому прыгать? Тогда Саша не будет вообще прыгать. Он сядет. Выше будешь прыгать? Я на такое не подписывался. Нет, я не знаю. Выше будет прыгать? Я не знаю, это камни. Вдруг они высыпятся? Если массу Саши станет больше, он выше будет подпрыгивать? Да. От массы зависит? Конечно. Для этого, Саша, чтобы безболезненно выше подпрыгнуть, надо просто вырасти. Вырасти. Ну, что впереди, собственно, еще? Зачем не расти? Так, мы отвлеклись, продолжаем все-таки. Так, продолжаем. Да, вопрос, давайте напомним. 211 из 101, у нас еще призов много. Звоните, примеры силы упругости из жизни. Про батут уже не говорите, уже много раз про него сказали. Ну, что-то много чего мы говорили. Родители помогаете, бабушки и дедушки помогаете своим ребятам. Это самый простой вопрос. Да. Так, ну, давайте здесь какие-нибудь вопросики я вам задам. Вот, раз говорим о твердых делах. Да, 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 есть силы упругости. Значит, у твердых тел проявляется вот на фоне всего этого, значит, можно поговорить о следующих свойствах. Хрупкость, твердость и прочность. Вот какие тела хрупкие? Вот мы говорили, что есть пластические, есть упругие. Хрупкие бокалы, стаканы, все стеклянное, керамическое. Фарфор. Это как мама говорит, не лезь сюда, разобьешь. Ага, что-то по посуде пошли решили. Так что еще может быть хрупким. Что может быть хрупким? Косточка. Видеокамера? Если ее кинуть с девятого этажа. По сравнению с чем? С кирпичом? Более хрупкое, да. Очки. Кирпич более упругий, чем здание. Ты сейчас на что, Сань, на микрешек? Посмотрела на Александра. Да нет, просто очки, они же тоже хрупкие. Ну конечно, что хрупкие. В общем, все стеклянное хрупкое, так? Ну да. Компьютер хрупкий. Вообще говоря, любое твердое тело, оно упругое, смотря какую нагрузку мы можем внешне прилагать. Просто некоторые тела, такие вот как стекло, они при небольших нагрузках уже становятся хрупкими. И особо у таких тел проявляется на ударную нагрузку. То есть это мы в течение маленького промежутка времени воздействуем очень большой силой. И поэтому тело раскалывается. А раз твердое тело, вот еще вопрос к вам. И мы говорили о том, что когда мы пытаемся растянуть на больших расстояниях, когда увеличиваем расстояние между молекулами при растяжении, возникают силы взаимодействия, которые пытаются вернуть обратно. Значит, если мы твердое тело сломаем и пытаемся соединить обратно, почему оно не прилипается? Вот мы же прикладываем, почему не возникают между этими слоями силы притяжения? Миша, как ты думаешь? Еще раз попроще и еще раз. Еще раз, помедленней. Да, пожалуйста. Мы записываем. Значит, вот если я сейчас все уже... Ладно, шарик разломаю. То есть вот пластилин, твердое тело. А он был такой идеальный. А вот сейчас еще скатаем. Значит, вот я делаю вот так вот, и хоп, у меня прилипло обратно. Я, конечно, сейчас твердое тело ломать не буду, но если я возьму, например, кусок мела и сломаю, и попытаюсь его обратно соединить... Да он никак не соединился. Потому что это уже не одно тело. Не одно тело. А тут уже сейчас было два тела. Когда я ломала палочку с помощью вот этих вот ворсинок или как там они называются, в палочке, она могла ненадолгое время снова стать цельной. Но мне кажется, если сломать, например, не знаю, что там, железо или мел, он, наверное, обратно-то не будет. Не будет, конечно. А есть сила у генетического песка упругости просто... Чего-чего-чего ты сказал? Генетический песок. Если его вот так поставить, то он через время же рассыпется. Это как? Какой песок? Генетический песок. Генетический? Что это такое? Это же, знаете, что-то подобие ненютоновой жидкости. Этих-то опытов было очень много по поверхности. Там, крахмал, да? Месяц в воде крахмал. О, господи, ненавижу эту штуку. Почему? Наоборот, здорово. И когда мы медленно воздействуем, то у нас текучесть проявляется. А когда резко, то у нас упругие свойства проявляются. Почему? Здесь фактически то же самое. Это или болото, или... Да. Проверяли. Или твердое тело, или болото. Проверяли, быстро прыгали на нее и ехали до конца. Я прошу прощения. Здесь то же самое. Я хочу напомнить номер нашего телефона 211-101. Примеры, пожалуйста, ребят. Примеры. Давайте еще какой-нибудь один вопрос. Можно я задам вопрос? А этот вопрос пока отставим. Ну, этот вопрос мы здесь обсуждаем. Я хочу задать вопрос зрителям, может быть. Слушателям, зрителям нашим. Хорошо, Марина Толмачева, задавайте. Так, вопрос такой. Значит, несколько исторический. Значит, вот в 1888 году в парижском цирке Франконе был впервые показан следующий аттракцион. Нет, следующий, это вы мне расскажете, какой. Значит, назывался аттракцион «Человек-бомба». Вот суть этого аттракциона. Расскажите, пожалуйста, что это за «Человек-бомба». Так, внимание, это нашим слушателям. 211-101. Опишите, пожалуйста, вот этот номер человека. Он взрывался на сцене. Бомба. А мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу. И, кстати, у нас два вопроса. Вот про «Человек-бомбу» и про примеры. Так что звоните. Вы справитесь. Если дождик идет, не значит, если дождик идет, не значит, будто туча горя плачет. Просто хочется доброй тучи, просто хочется доброй тучи, чтоб расстрелить мы быстрее и лучше. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли, ни капли дождя не боимся. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли, ни капли дождя не боимся. Пусть падают капли, а мы веселимся. Ни капли, ни капли дождя не боимся. Еще раз всем доброе-доброе утро. Программа «Открывашка» продолжается. У нас еще немало времени впереди. У нас есть еще призы. И наши гости, ребята в студии. Соня Занько, Саша Копылевич, Миша Голиков. Давайте еще раз всем скажем доброе утро. Доброе утро. Очень доброе. Может, есть вопрос. Напоминаем, что у нас еще два вопроса не отвечены. И вы обязательно должны сейчас позвонить нам и дать на них все-таки правильный ответ. 211-101. Во-первых, цирковой знаменитый номер «Человек-бомба». Опишите, пожалуйста, что это такое. И, во-вторых, ну хотя бы парочку-то примеров из жизни, где сила упругости проявляет себя. Так легко ведь, да? А вот, кстати, жвачка, которую мы любим жевать, это тоже сила упругости? Конечно. Жвачка, пенопласт. А в телефоне есть сила упругости? Я понимаю, что если снять вот это и попробовать согнуть, то оно будет чуть-чуть нагнуться. Ну, окна не треснет. Есть какая-то сила упругости? Кто хотел вопрос задать? Нет, я хочу сказать, что жвачку, если провести опыт, попробуйте разогреть жвачку в микроволновке, и вы увидите, что это реально пенопласт, причем очень не вкусный. То есть она расплывется? Она расплывется, и она станет белой, и очень вкусной, и очень гадкой. Жвачка, которая такая нежеванная еще, да? Так, пока мы ждем звонков от наших слушателей, 211-101, хочу к Александру Ирониденко обратиться, чтобы он нам продемонстрировал, как все-таки можно измерить силу упругости. Так, ребят, сейчас мы будем смотреть. Так, ну любое измерение у нас с помощью какого-нибудь прибора происходит, да? Вот у нас тут есть такой прибор, может, что-нибудь, знаете, как он называется? Кластерин. Как называется? Я катала его долго. Упругомер. Мой вариант. Как называется прибор, я измерения. Линейка с пружинкой. На весы похоже. Похоже на весы, да. Есть шкала определенная. Вот я сейчас что-то затрудняюсь. А, ньютоны, сила. Так. Да? А вторая шкала не вижу. А вторая не вижу. А вторая, нет, здесь просто аналог в граммах. А, в граммах? Грамм, килограмм. Ну, сила метр. Сила метр. Нет, на самом деле он называется сила метр. Но, но, как раньше называли силу? А в чем, не как называли, а в чем измерялась сила? До ньютонов, например. В мужчинах. Да, сила в мужчинах. В мужских силах. Нет, к сожалению. Единицы измерения силы Дины были. Поэтому прибор называется Дина-динамометр. Динамометр. Измерение силы. Метр мерить. Дина-сила. Мерить силу. Динамометр. Смотря кого зовут Диной. Да. Значит, у нас тут есть упругая пружинка, и мы вешаем груз. Ну, вот тут на грузике у нас написано, что он 100 грамм, масса его 100 грамм. Тут что-то несколько больше у нас. А нет, 100. Нет, все правильно, 100 грамм. Да. То есть мы видим, что при подвесивании груза у нас пружинка растянулась на определенную длину. Если мы подвесим еще точно такой же грузик, мы увидим, что она растянулась больше. А пластилин еще можно тоже подвесить. Причем растянулась прямо пропорционально. Да, то есть до этого... Соня, можно тебя попросить у Саши позаимствовать эту штуку? Пластилин липнет и не смогу. Я его по придержу немножко. Так, продолжаем. То есть мы подвесили грузик 100 граммов. Там 200 граммов было, да? Да, да, да. То есть у нас прямо пропорциональное изменение. Да, да, да. И ГУП-то с этим как раз таки работал, да? Да, да. Получается. То есть он увидел, что у нас прямо пропорционально изменяется. И значит коэффициент пропорциональности у нас полностью зависит от свойств пружины, которая у нас вот на этом приборе подвешена. Хорошо. 201-101, что-то... Что, вы расслабились? Вроде нормально, у нас все со связью. Давайте вот по поводу человека-бомбы-то я предлагаю подсказать. Вот прямо сейчас так хорошо подскажу. Ну, давайте раз уж. Давайте. Итак, человек-бомба — это фокус с пушкой. И пушка стреляет снарядом в виде живого человека. Да. Вот сейчас, наверное, вспомнили очень много. Вот прямо два варианта ответа. Как вы думаете, человек вылетает оттуда под воздействием взрыва? Очень безопасно. Либо его оттуда пружина выталкивает. Вот давайте уж прямо так поставлю вопрос. Вариант А, пружина... То есть там, предположим, порох взрывается, и человек полетел. Либо пружина как-то вот она распрямляется, и человек вылетает из-за этой пушки. Вариант Б — порох, вариант В — резинка. Это вопрос был, кстати. 201-101 подсказка. Между прочим, сопровождалось это дымом. Все. Ну, дымом, да. Подумайте. Да, подумайте, хорошо. Там внутрь загружалось что-нибудь. И мы сегодня говорим про пружины, про силы упругости, а не про взрывы, взрывчатые вещества. Так, вы это что-то уже... Давайте поговорим про детонаторы. Очень хорошее дело. Отдельно этим как-нибудь посвятим. Так, продолжаем. Давайте поговорим об использовании... Вот все мы были детьми. Все мы были детьми. Да, и вы были детьми. К счастью, кто-то до сих пор еще. Да, это к счастью. У меня еще два года. И, значит, очень много было стрелялок с использованием как раз-таки силы упругости. Вот стрелялка моего детства. Это, значит, полуздутый шарик. Вот, значит, зажимаем вот таким вот образом. Значит, есть такое углубление. Если сюда налить водичку или положить предмет, то стреляет очень хорошо. Давайте положим пластилины, посмотрим. А она далеко улетит. Очень далеко. Примем званок. А давайте примем званок. Давайте, давай. Так, тихо мы у нас есть званок. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ульяна. Сколько тебе лет? Мне 11. А ты в какую школу ходишь? В Законя. Окей, ты на какой вопрос хочешь ответить? Примеры силы упругости в жизни или все-таки вот про человека-бомбу? Человек-бомбу. Ну, хорошо. У тебя пан или пропал? Это все-таки взрыв или это все-таки пружина? Мне кажется, это пружина. Ну, конечно же, это пружина. Простите. Так, тихо, тихо. Конечно же, это пружина. Расскажите, Марин. Да-да-да, я тут отвлеклась. Внутри пушки установлена пружина. Это пружина, да-да-да. То есть первое изобретение, но было с пружиной. Потом использовалось снова. Да, это правильный ответ, поэтому надо отдать приз. Давайте сейчас сразу приз отдадим. Ты что хочешь, книги или приглашение? Можно приглашение. Хорошо. Ты в Махнатию, там, в музей истории Арктик, в музей рожаной Зуки. Осталось в Батутный парк. Батутный парк не осталось, к сожалению. Но можем себе предложить, например, в Зуки сходить к котятам. Это не Зуки, это Зоки. Почему все говорят Зуки? Зоки! Можно тогда книжку про принцессу? Про принцессу, отлично. Про принцессу. Все, хорошо, не клади трубку. Саша, отложь, пожалуйста, в сторону. Потому что этот шарик, пожалуйста. Очень много шума у нас тут получается. Мы совсем немного выстрелили. А, кстати, Ульяну-то не попросили мы привести примеры. Возможно, она знает. Хорошо, давайте снимаем этот вопрос уже про примеры силы упругости. Мы много уже тут что в студии наговорили. Давайте следующий вопрос зададим. Есть вопросы еще, Мишка, у тебя? У меня, да. Давай задавай. Почему в кроссовках бегать легче, чем в ботинках обыкновенных? Отлично, отличный тоже пример. Вот пример силы упругости как раз звучал. 211-101. Почему бегать в кроссовках легче, чем в любой другой обуви? Да. В том же ботинках. Так, продолжаем про примеры. Мы тут в детство ударились. Да, продолжаем про примеры. Рогатки? Миш, может, расскажешь? Как делать рогатку? Да. Нужно пойти... Хорошо, что только рогаткой сегодня ограничиваемся от... Нас бы наказали, если бы мы что-то другое какой-то... Нужно найти ветку, у которой крепкое раздвоение на конце. Рогатина это называется? Рогатка, да. Взять резинку и прикрутить к обоим концам. К краям, да. И можно стрелять. И можно стрелять. Но не нужно. Но не нужно. А чем стрелять? Хоть чем. Хоть чем. Да. Вот у тебя там несколько резинок, да, сразу прикреплено? Там, чтобы более упругие свойства были. Да, да. Ну, я в детстве делал, я уже говорил, в рогатке делал из велосипедной камеры. Чего? Велосипедная камера. Ну, у велосипеда. О, неужели у нас звонок? У велосипеда шина, а внутри камера. И она надувается. А как делали из камеры? А как? Ну, например, старая неиспользуемая камера. То есть она разрезается на полоски, полоски. То есть все равно получается. А, вот это вместо резины? Да, да, да. Вместо резины, да. У нас звонок. Давай, приветствуй. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Доброе утро. Да. Как тебя зовут? Настя. Хорошо, Настя. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Ты хочешь ответить на вопрос, да? Да. Итак, почему в кроссовках лучше, легче? Потому что они пружинят, и у них подошва состоит из другого материала, не как в кедах, в туфлях. Понятно. Да. Правильно? То есть речь идет, опять же, о том, что он пружинит, то есть амортизирует, да? Хорошо. Красавчик, подошва. Ты что хочешь, книгу или приглашение? Ага. Ты помнишь книги? Нет. Тогда так, тогда нашему редактору, да? Да. Не клади, пожалуйста, трубку, наш редактор с тобой сейчас пообщается, и у нее есть список наших призов, она тебе подскажет, что ты можешь выбрать. Так, про рогатку все рассказали? Все? Дальше пойдем. Наверное, да? Да. А если, например, вспомнить, ну, как-то военное дело? Ой, давайте. Давайте поговорим о военном деле. Еще, кстати, в спорте очень много примеров, потом можно еще по спорте все время останется. Да, спорта потом вернемся. Например, лук я хочу рассказать. Про лук хочешь рассказать? Так, и в военном деле же тоже лук использовался. Да, я поняла, да. Вот, у меня у самой есть лук, и дедушка делает его из дерева, берет, срывает ветку размера, ну, такую, не маленькую, не такой, то есть, вы понимаете, лук, или вот не такой, а побольше. Ну, сколько, метр, полтора? Ну, примерно, да, ну, чтобы стрелять можно было. Ветку он чистит, чтобы было покрасивее, потом натягивает тетиву, или у меня просто... Он у меня делает, ну, из плотной веревки такой. И потом уже можно стрелять. Ну, подожди, стрелу хотя бы одну сделает. Стрелу хотя бы надо одну сделать, тоже берешь ветку довольно толстенькую. А мне мамой? Делаешь, ну, на конце выемку, чтобы можно было хотя бы удобнее стрелять. Ну, и я, когда мне дедушка ее немного делает поострее, мы ее все равно обматываем изолентой, чтобы никого там на всякий случай не подстрелить. А мне мама из Италии привозила итальянский лук. Не тот, который едят. Не чеснок? Нет. И мы, короче, там есть стрелы, мы их берем, натягиваем и кидаем. И у них наконечник тупой, и они попадают, и потом такой синяк остается. С присосками есть еще стрелы. Ну, что, вот технология изготовления лука сейчас прозвучала. Самая распространенная. Распространенная самая, да? Да, конечно. Так и не изготовление лука, который у бабушки растет. Да, я понимаю. А вот меня, например, в детстве всегда заботило, когда я делал лук, чтобы стрелял он подальше. Вот что нужно, чтобы он подальше? Чтобы стрелял подальше, нужно... Ветка, во-первых, гибкая, не сухая. Гибкую ветку, вот, и, значит, натянуть посильнее, как тетиву. Да, тетиву. У нас один маленький ветка должна не быть сухой, иначе вы просто ее не натянете, будет вот так вот стрелять еле-еле совсем. Совсем. А вопрос, вот сейчас у себя какие-то электроружья, там игрушечные с пульками, и как они стреляют? Там просто воздух и все. Там за счет сжатого воздуха. Воздухом выталкивают, да. То есть есть поршень, сжатый воздух, нет, есть и пружинная, конечно, вот, а есть работающая на сжатом воздухе. То есть есть поршень, натягиваем, и, значит, потом воздух расширяется, так скажем, поршень толкает и, значит, вылетает. На 15 метров. Интересно. Может, не на 15, может, и больше. Не на 15. Про лук как оружие, да, мы поговорили, а вспомните, в древности какие еще штуки использовались? Катапульты. Катапульты. Катапульта. Ну, копье-то не то, что несколько там, не сил упругости. Катапульта. Катапульта, да. Так натягивает. И пота. Интересно, как там канат? Ну, сначала там все было, когда еще не было зажигательных смесей на камнях даже элементарно. С большой силой Италии разрушали стены крепостные. Если человека поместить в катапульту, он выживет? Если его просто вверх кинуть? Ну, слушайте. Ну, смотри. Если он приземлится куда-то мягко. Вот, кстати говоря, вот говорили о полезном применении. Кроме того, что на батутах прыгают, значит, это как и вид спорта, сейчас тоже у нас есть прыжки на батутах. Значит, где еще можно это использовать? Например, МЧС, да, пожарники при пожаре с высокого здания, что если нет возможности спуститься вниз, скажем, из окна, внизу натягивают. Что натягивают? Что натягивают? Подсказывайте. Ну? Так, что натягивают? Ну, видели, наверное, по телевизору. Да. Еще раз, еще раз. Ну, когда человек выпрыгивает из горящего здания, и его ловят с помощью чего? Вот этот брезент. Без брезента просто палатки делают? Да, да, да. То есть, конечно, на достаточно большой высоте это нужно делать поверхности земли, и натянуть очень хорошо, да, чтобы удар смягчился. Ой, я, кстати, дал подсказку слушателям палатки, так что про палатки не говорить. Хорошо, не будем. Так, еще какие примеры? Так, давайте подумаем. Давайте подумаем, только недолго. А давайте лучше вопрос зададим, чтобы наши слушатели подумали. У кого еще есть вопросы? Саша, у тебя есть вопросы? Где родился Роберт Гуд? О, так мы уже говорили об этом. Роберт Гуд. Нет, там нужно именно где. Нет, давай про страну просто. Про страну? Давай вот страна. Нет, ну страна это неинтересно. Ну, хорошо, давай, вот если страну назовут, это уже будет здорово. Давайте тогда, где он умер. Нет. Давайте про позитивное, да. Так, давайте, в общем, Роберт Гук, о котором мы недавно говорили, и мы упоминали, где он родился. Страна нас интересует. Откуда, из какой страны? Сразу подсказку, чтобы быстрее приз забрали. 211-101. В Википедии найдите. Ну, вот подсказал. Хорошо, 211-101. Давайте к спорту вернемся еще, да? Давайте про спорт, да, поговорим. В спорте очень много примеров можно привести. Какие? Тот же лук спортивный. Есть лук, да? Треники! Что? Треники! Причем здесь треники-то? Треники? А вот эта штука, которая растягивается, берешь руки, там, и ручки, и какие-то... Эспандер? Да, наверное, он. У меня есть дома эспандер. У меня тоже. Такой красный. Да, да, да. То есть там очень... Там пружины, по-моему, там ведь, да? Да. Честно говоря, не видела. То есть, ну вот, то есть, вот, так скажем, эспандер, да? Можно посмотреть? Несколько пружин. Ура, мне дали пружинку. Несколько пружин, которые обладают очень большой жесткостью, да, и... Вы меня все пугаете. Так, а еще где? Не отвлекайтесь, пожалуйста, не отвлекайтесь. Еще какие виды спорта, конкретные игры? О, есть игрушки такие, куда пальцы засовываешь тоже на пружинку. Масса же игр в спорте сила упругости. Давайте мальчики вспоминаем. Все игры с мячами, это все сила упругости. Футбол, футбол, волейбол, баскетбол. Хоккей тоже, шайба же тоже за счет силы упругости. Вот у нас тут есть тоже такие штучки с сюрпризов. Да, то есть, фактически, вот эта клюшка, эта шайба, тут просто стол мягкий, поэтому может не получиться. Кстати, на хоккей много раз проверяли, насколько упругие клюшки, они постоянно ломаются. Ломаются? Да. Так, ну вот, получилось. Расстреляет, да. Да-да-да. Еще раз напоминаю вопрос, мы ждем вашего ответа. Роберт Гук, ученый. Где родился? Из какой страны вы ученый? Где родился? В Википедии в табличке. Давайте так. Ждем, есть у нас еще много призов. Мне кажется, там найдут кто. Так, дальше примеры в спорте. Порищет. Где еще? Где еще встречается? Так, ну вообще любые прыжки, они в принципе основаны на силе упругости. Да. Прыжки с места в длину, прыжки через козла, через коня, то есть там вот это вот мостика отталкивается. А можно сделать сальто? Меня всегда впечатляли прыжки с шестом. Прыжки с шестом, да. Да, это интересно. Помните, как это выглядит, да? Я не знаю, лыжи как-то разбегаются, шест. Благодаря силе упругости он гнется. Шест сгибается и... А вот горная лыжа, например. Когда ты прыгаешь на них, почему они не ломаются? Они слишком упругие для этого. Ну, так и здесь тоже, конечно, да, силы упругости. Прочность. Есть еще такое свойство, как прочность. Вот давайте поговорим о прочности. Значит, какие тела для нас более прочные? Я прочный. Ты прочный. Это дом, стол, стол. Вот в нашем теле есть кости. Они, в принципе, достаточно прочные, но не всегда. Мы иногда ломаются, глядим на... Да, да, да. Вот, примерно мне. Руков гипси у Саши Копылевича. Ну, слава богу, послезавтра ты сказал, снимаю. Да. Больше не попадай. Вот. И на самом деле прочность на характеристики зависит, конечно же, у нас от свойств материала, но еще и от формы. То есть, если мы, например, вот возьмем лист бумаги, да, и вот так вот таким образом вот его согнем. Несколько раз. Получится штука для того, чтобы с собой отгонять. Ну, у нас, скажем, даже несколько вот так вот упругая. Так, есть у тебя у меня какая-нибудь ниточка? Ниточка. Что мы будем делать? Значит, если мы сюда вот так вот повесим груз. Вот. Давайте пружинку давайте. Так, мы сложили лист бумаги несколько раз. Получилась такая полоска. Нет. Сейчас мы продели туда ниточку и вешаем сейчас на эту ниточку груза. Давай еще. То есть, наша задача продемонстрировать то, что сложенный несколько раз лист бумаги, он способен выдерживать в общем-то. Да, ну вот он начал прогибаться. Да, начал прогнуться. А пружинка? Как можно увеличить прочностные вот характеристики? Значит, если мы возьмем, сложим его по-другому. Нет, лист тот же самый, только свернем по-другому. Вот мы свернули в виде трубы. Смотрите, и снова груз на ниточке туда продели. Что видим? Не сгибается? Вообще не сгибается. Так, теперь снова подвесим два груза. А давайте еще пружинку. Ну, она легкая. Давай подвесим пружинку. Пружинку. Еще что-нибудь можем подвесить? И можем еще потянуть. Какое? Деревянный буски. А, брусок. О, брусок. Так, во, Александр нам сделал прочную конструкцию. Выдержит все. Даже брусок идет. Вот, то есть видим тот же самый листок, только он у нас свернут по-другому. Ну, да, и уже у нас более прочный предмет. А давайте еще пластилит. И, в принципе, он не зависит от того, что у нас сплошная или полая будет. Поэтому в целях экономии средств, скажем, можно делать не сплошные, а именно полые трубки. Потому что они больше выдерживают. Кости у нас тоже трубчатые. Кости трубчатые. Ну, в курсе, что трубчатые у нас кости. Пружинка. Нет, не давайте. Они у нас прочные. Так, значит, еще, еще демонстрация прочности. То есть вот здесь у нас есть два брусочка. Отвлекись, пожалуйста, на нас от телефона. У меня, кстати, есть еще одна хорошая идея. Если я положу вот так вот лист бумаги, он уже, в принципе, прогнулся под тяжестью. Конечно, если я... Лист бумаги на двух брусочках. А здесь что-нибудь, я даже маленькую озимую пружину. Ну, все, он провалился. Он провалился. Листу конец. Так, как можно усилить здесь прочность? То есть, что я должна сделать с листом? Что должна сделать с листом, чтобы здесь он выдержал достаточно большой груз? Можно сверху положить еще на концы. А, на концы, да, может, что-нибудь получится. Ну, на концы, конечно. Ну, это и, конечно. И то он выползает оттуда из-под бруса. Несколько листов. Сдвинуть брусочки. Вот. А это интересно. И все равно. Нет, но он прогибается, конечно. Нет, он прогибается, но да. Итак, мы сделали прочно. Ну, я так думаю, по крайней мере. У меня есть хорошая идея. Ребят, 211-101, еще раз напоминаю номер нашего телефона. Звоните, где родился. В какой стране? Роберт Гук. Подсказываю еще раз в Википедии, в табличке под его портретом. Дата рождения и дальше место рождения. Хорошо. Так, и мы, тем не менее, сделали прочную конструкцию из этого же листа бумаги. На таком же расстоянии между брусочками. Просто мы свернули гармошкой лист, и мы увеличили прочность. Теперь, если посмотрим. Даже вот на таких больших грузах. Смотрите, 100 граммов груза. Оп, все. Ну, если еще раз пройтись. Расправился. Да, если еще раз пройтись его. Можно мне дармошечку? Можно мне пружинку? Веер. Держи. А еще вот такой вопрос. Пока там зрители думают, вот вам еще вопрос. Мы поговорили про прочность. Ну, естественно, что мы рассуждаем с вами на твердых телах. А как определить, какое из двух твердых тел более твердое? Вам вопрос, уважаемые. Так, как определить? Какое из двух твердых тел более твердое? Поставить их на весы. Какое тяжелее, то и твердое. Можно проверить. Можно чем проверить? Можно как-нибудь проверить. Можно. Так, можно посгибать вот так, например, не знаю, огурец, помидор, может, что-нибудь такое. Или пружинку. Так, осторожнее, сейчас пружина улетит куда-нибудь. Не параньте сюда. А, нет, не звонок. А, время, время, время. Так, у нас буквально минута остается. Давайте уже карту раскрывать. Итак, значит, если у нас есть два тела, и мы, значит, ну, будем, образом так говоря, простым языком, потрем друг от друга, то тело, которое оставит царапины, более твердое, а на котором останутся царапины, оно, соответственно, менее твердое. Это, конечно, интересно. Понятен принцип? Да, я поняла. Тело, которое оставляет царапины, оно более твердое. Да, я по делаю. Ну, как вы думаете, если потереть друг от друга камень и, ну, не знаю, деревянный какой-нибудь кусок? Мне кажется, деревянный кусок намного мягче. Да, и там останутся царапины от камня. Соответственно, да. Останутся царапины именно вот на этом деревянном предмете. Время-то у нас пробежало, собственно, уже. Очередная открывашка. Сегодня воскресенье, 2 июля. На этом нам пора ее завершать. К сожалению. Что вынесли сегодня из открывашки? Хочу вас спросить. То, что было весело, еще было много всяких. Виды деформаций помните? Нет. Так, я помню, по-моему, сдвиг, в сторону, когда сплющик. Итак, вот это как называется? Я не помню. Это растяжение. Растяжение. Сближение. Сдвиг. Сжатие. Вот это. Сдвиг. Сдвиг. Вот это. Прогиб. Прилечен. Изгиб. Изгиб. Вот это. Скручивание. ДНК. Кручение. Кручение. ДНК. Какой ДНК? Обычный. Но, в любом случае, вот мы сегодня упоминали очень много забав, очень много игр, там батут, рогатка и так далее. Это все, конечно, здорово. Но техника безопасности в первую очередь. Превыше всего. Согласны? Так, Саша. Саша, согласен? Да, Саша. Я всем согласен. Осторожно нужно пользоваться в любом случае. Всем этим. Так, спасибо большое нашим гостям. Марина Толмачева, Александра Ирнеденко, ребята, Соня Занько, Саша Копылевич и Миша Голиков. Всем пока. Удачного всем дня. Открывашка завершается. До свидания. Спасибо. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Продолжение следует...